Здравствуйте, друзья! С вами Римма, канал Римма Кухня Огород. Вот мы вышли сюда к шпалере, где растет ежевика. Ежевике сейчас три года. Сейчас мы ее будем привязывать к шпалере. Для этого нам надо убрать вот эти вот старые листики, мы их обрезаем. Зеленые листья можно не обрезать. Вот на конце зеленые листья, но вот эти старые сухие листья надо убрать. Но желательно отрезать, чтобы не нарушить ту почку, которая под ними образовалась. Так вот срезали все. Так, теперь мы ее будем привязывать к шпалере. Так вот эта макушка, окажется, была перегнутая, перетерлась. Мы ее обрезали до вот по почку, так сказать. Вот сейчас мы ее как бы фиксируем к шпалере веревочками. Просто веревочками не так сильно привязываем. Так вот старую плеть можно заправить между, ну как бы между вот этими фрагментами в шпалере. Старую ветвь. Но новую ветвь так заправлять шпалеру нельзя, потому что она потом осенью там так, ну, зафиксируется сильно. Ее оттуда потом уже ничем не вытащишь. Это вот как бы в том году вот эти вот, они были новые. Как бы в этом году они уже вот стали старыми. А вот тоже, видите, перегнулась. И мы ее будем отрезать. Ну, ничего страшного. Пойдут новые побеги. Так вот здесь мы уже, значит, привязали. Вот она такая большая. Вот это один куст такой здоровущий. Вот как бы вот эта вот мамочка. Вот она пошла, пошла, пошла. Вот мы ее привязали. Вот она такая большая. Вот этот макушку мы еще должны куда-то будем перенаправить, привязать. Ну, это вот видите. Вот это вот сейчас тоже привяжется сюда. Ну, в общем, вот по такому принципу делается ежевика. Ежевика бесшипая. Ягоды очень крупные, но она по своему сроку созревания считается позднее все-таки. Ягоды будут уже в конце августа. Так, да, Лиля? Да, август, начало сентября. Начало сентября, конец августа. Она, ну, как бы позднее, но ягоды бывают крупные и очень сладкие. Вот этот сорт. Сорт, естественно, мы уже не помним, как называется. Ну, в общем, вот. Тут моя тень. Вот, когда солнце, снимать не очень, конечно, комфортно. По ходу пьесы вот сразу вдоль забора почистили от старых листьев. Здесь, потому что недалеко растут дубы, и вот эти все дубовые листья, все эти летят сюда. Ну, и вот эти вот старые веточки и листья от ежевики. Здесь под ежевикой с осени, значит, было разложено, как сказать, с кони фермы, ну, конская подстилка, как сказать, конский перегной. Вот сейчас левый его это перемешивает с землей. Здесь песок, земля. Все вот как бы взрыхляет, чтобы корни у ежевики хорошо дышали. В общем, по полной программе она за ней не ухаживает. Ну, вот, друзья, продолжение, как говорится, моей съемки. Вот это вот виноград. На этой же шпалере у нас виноград. А здесь вот наверху, вот видите, вот эти, здесь вот продолжение, видите, она прям, сколько, 4 метра, наверное. Вот ее материнское основание у ежевики этой. Вот ее мы вот так привязали вдоль, потому что виноград, он высоко не растет, он только по низу. Вот виноград только на метровой высоте мы привязали. Вот. Это вот все ежевика длинная, предлинная, метра 4, наверное. Ну, она где кончается. Вот. Получается, в итоге, вот три куста, вот мы их распределили. Они как будто змеи лежат. Параллельно земле. Так, вон там маленький куст один, вот это вот второй куст, и вот этот третий куст, он как бы самый большой. Здесь вот располагается хороший куст самородины. Все почки здоровые начали открываться уже, набухать. Ну, вот обзор того, той части сада, где мы доделали. Ну, убрали мусор, привязали ежевику. Вот, как бы вот этот обзор сада. Вот эта часть уже закончена. Ну, ладно, друзья, пока-пока. Всем удачи. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Заходите в гости, поддержите меня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!